Продолжение следует... Вы готовы для огня? Мы огня! Возвращение не вошло! Мы живем в ней! Мы тренируем в ней! И тогда мы... Хотя всего 84-го года рождения, Винни... 33, 22 года. Своя школа... Винни Магалайш и Би-Джи-Джи. Но здесь у нас экстрим кутюр все-таки написан. Как и есть. Да, да, он представляет эту команду. И Гордон Райан. Его дебют в ACB. Всего 4 поражения у Гордона. Две от Филиппа Пена. Никогда еще не встречался он с Винни. Посмотрим. Очень активная схватка. Очень-очень. Ну и в ноге не может быть неактивной схватки. Вы сами понимаете, да? Здесь нету таких сковывающих факторов, как кимоно. Здесь, даже если вы попадете в позицию 50-50, о которой я столько говорил, нету таких сковывающих факторов, еще раз же, которые 50-50 могут осложнить все это дело. Там анну не зацепишься. Да, здесь все-все-все очень на скольжении проходит. Гордон, конечно, заматерел. Да, резко он поднабрал физическую форму. А его младший брат является, так понимаю, рекордсменом. 16 лет, самый молодой участник EDCC. В первой схватке попал на очень-очень-очень тяжелого соперника Эйджей Агазарма. Ну, Эйджей, конечно, на правах намного более опытного человека. Его просто на опыте выиграл. Эйджей тренируется столько, сколько Ники Райану лет. Винни Магалайш получил 2 балла. Ну, посмотрим. Я бы понял, если бы Винни Магалайш сказал бы, что армбары не работают после схватки с Вердумом, это еще как-то звучало бы. А вот, конечно, когда ты борешься... Ух ты, какой шикарный проход циркулем. Шикарно, 3 балла. Честно, я отдаю предпочтение. Ну, по чуду мне кажется, что Гордон как будто бы чуть больше шансов умеет выиграть. Но я хотел бы, конечно, чтобы Винни выиграл. Мне Винни как-то больше нравится. Сайд-контрол. Очень плотно Винни Магалайш схватил правую руку под голову, левой рукой... Ну, нельзя это назвать андерхуком, потому что он особо крючок-то под руку не сует, но рука инстинктивна в положении андерхука. Очень плотный контроль от Винни. Запомнился он нашей русской публике, когда со скандалом ушел из М1. Не знаю, знаете почему, в принципе... Ну, возможно, у них там какие-то контрактные, что-то, 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 но он это описал так, что, типа, вот, я дрался, когда... Я не помню, с кем он дрался с русским парнем, когда он выиграл титул, да? Что Вадим Фельденштейн, ну, открыто, явно поддерживал того. Типа, ну, как, типа, президент организации может отдавать предпочтение, как бы, двум бойцам. Типа, вы никак не увидели, чтобы... Вы никак не увидели, как Дана Вайт там откровенно хочет, чтобы один человек выиграл. Ну, понимаете, это же как-то непрофессионально, да? Ну, и ладно. И, в общем, он выставил фотку в инстаграме, как он свой пояс в М1 засунул в унитаз и сфоткал. Вообще, мне кажется, то, что Дана не раз показывал, каких бойцов он поддерживал. Коннор, Коннор, да? Да. Не, 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 ты понимаешь, что на тот момент, когда Винни это сделал, Коннора никто не знал. Коннор тогда, наверное, даже с Деннисом Сивером не знал. Не, он тогда даже в UFC не был. Итак, у нас на хиллхук, на самом деле, позиция не самая лучшая для Винни Могельши, потому что Гордон Райан здесь уже тысячи раз был и 999 раз выходил отсюда победителем. Ну, у него минуты и 15 секунд на то, чтобы... А хиллхук это делал пару секунд, вы же знаете. Посмотрим, Винни пока что просто благополучно защищается, но позиция прямо откровенно ухудшилась. Но посмотрим, верит ли то, что хиллхук не работает Винни. Судя по тому, как он улыбается, да. Вспомнил свои слова точно. Да, ноги у него такие же гибкие, как руки. Но позиция, честно говоря, ужасная с точки зрения расположения правого колена для Винни. Честно говоря, я бы на его месте так не улыбался. Мне кажется, может быть больно. Я к тому, что дело не в том, что я не улыбался, я постарался как-то выйти из этой позиции, а не просто сидеть и ждать, пока тебе там ногу покрутится во всю сторону. Да, но с него, вот, я вижу... Под... Мне кажется, Гордон удивлен, что до сих пор он так хорошо крутит, а от Винни, ну, все как с гуся вода, действительно, с него стекло. А Винни очень гибкий, очень пластичный, ну, прям... Не только спадка с вердом, я об этом сказал, он же боролся... Кажется, это метаморизм, он с Кинном Корнелиусом боролся. Уже он понимал, Кином Корнелиусу сел в маунт вот так вот, в маунте ему руки вот так вот ломает. Как будто бы надо поменять чуть-чуть тактику, советуют Джош Хингер и Драйсдал. И думаю, то, что на Винни Магалайше они, скорее, хилл-хуки его, скорее всего, не сработают. Я вообще не помню, что Винни проигрывал с Абмишином, если честно. А мы сейчас скажем, как часто Винни проигрывал однажды. Кому? Из 20 раз. Сейчас... Ну, просто как вообще, что это было? Треугольник, наверное, удушение треугольника или со спины, наверное, да? По-моему, рирнекид челк у него был. Но я сейчас уточню. Не хочу я просто так, голословно, разбрасываться утверждениями. А Винни выглядит как будто устал, посмотри. В такой темноте не пойму. Вы куда пропали, спортсмены? А Винни хитрый. Вел странный. Ну, вы сами все видели. Я не буду озвучивать то, что сейчас произошло. Вы просто сами все видели. Челк фром бэк. Ну, в общем... Да, удушение со спины. Причем, по всей видимости, вот такое. Кросс челк фром бэк. Потому что так бы его рирнекид назвали. Ну, да. Я же говорю, таких гиппех только душить можно. Ну, а у Гордона Райана, справедливости ради, из 46 побед, 38 в сабмишном, и... Ну, не привык он заводить до очков, хотя сейчас не о победе по очкам пока речь не идет. Ему надо как-то нагонять. Видимо, Галаеш в первом раунде очень хорошо выглядел. Пока Гордон придерживается, судя по всему, своего стандартного плана... Да, пытается зайти под соперника, возможно, забрать одну из ног, и уже там будет, что будет. Так, 38 сабмишенов, ты правильно сказал. Из них 9 рирнекид челк, 9 внутренний хилл кук, 6 обратный треугольник, и уже там по 2 Нибар, Кимура и дальше, 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 дальше. Так что он по 9 раз как со спины, так и с хилл хука делал. Эту сфотку мне предоставил мой ученик, который переживает, что я не люблю Гордона Райана, и наговорю на него, что он кроме скруток пятки ничего делать не умеет. Ну, конечно, я так не считаю. Гордон Райан, боец с разнообразным техническим арсеналом. Да, умеет крутить пятки как внутренние, так и внешние. Да, Винни говорит, потяжелее чуть-чуть, чем Гордон. Причем, ну, Винни, вы же понимаете, он, вот я не знаю, как это слово назвать, на английском они говорят, naturally heavyweight, то есть, ну, натурально тяжеловес, да? Как по-русски это слово сказать, что он вот изначально как бы в том весе? Неважно, вы поняли, что я имел в виду? Ну, просто, я не знаю, как одним словом сказать, ему не приходится гонять этот вес. Да, да, он изначально примерно 95-98 весит. А Гордон, конечно, пришел с 88, он, в принципе, наращивал всю эту массу, то есть, это не его естественный вес. Естественно. Естественно, действительно. Ну, вы нас простите, но без 15-15 утра, да, сложно играть в подбор слов верный. Вылетает из головы просто, и не хочется, что попало, говорить? Да. А то бы с песни слов не выкинешь. Ну, Гордон, даже если вы напишите в Google или Яндекс Гордон Райан, посмотреть его фотографии, то, ну, большая часть фотографий, где он... В короне. Конечно, в короне, во-первых, а во-вторых, он там несколько меньше. Да, логотип на спине в короне, посмотри. Типа Гордон Райан джиу-джитсу. Не люблю людей, которые вот так вот начинают зазнаваться. Но будем все-таки беспристрастными и просто последим за тем, как Винни Магалайш показывает Гордону Райану то, что теплого приема ждать здесь не стоит, и то, что пятки он не покрутит. Винни его, мне кажется, так чуть подудил. А представьте, если Винни Магалайш сейчас пойдет на пятку. Вы просто себе представьте, если Винни... Я просто заметил, как он левой рукой на секунду так сделал. Я думал, неужели он действительно подумал об этом? Не, Ники Райан с ребятами по фамилии Мияо вообще... Никак? В ближайшие лет пять нет. Ну, они просто совсем по-разному борются. Они как будто двумя разными видами спорта занимаются. Мияо занимается джиу-джитсу, Ники Райан занимается с круткой пяток. Ну, не, у него серьезная джиу-джитсу, он делает треугольники, но просто у них вот... У Мияо и у Райана, ну, джиу-джитсу абсолютно на разном уровне. Понимаете, Ники Райан Эйджи Агазарму проиграл. Ну, причем проиграл, как бы, ну, вообще в одну калитку безоговорочно, там, понятно, было просто, ну... Как взрослый парень, знаете, избивал, вот, вот, мальчика маленького. Гордон, действующий чемпион ADC, 88 килограмм. Винни Могилеш в этом году, конечно, чемпионом стать не смог, он, кажется, только третьим стал. Но абсолютно с каждого турнира ADC привозят какую-то медаль. То первую, то вторую, то третью. А итак, остается 3,5, ладно, 3,45 до конца этой схватки. И потом начнутся самые горячие схватки. Это Леандр Лой и Аргес. И Бучеча Роша. Причем, если вы посмотрите, Бучеча и Роша лицом чем-то чуть друг на друга похожи. Я даже одно время думал, что они братья, и просто у кого-то спросили, и у друга рассказывают, блин, их постоянно спрашиваете по ним, братья, и они бесятся в Дуссене. Ну, как-то они такие, знаешь, как бы соперники. У нас сегодня сколько таких пересечений? У нас были Родри Капарал и его старший брат. Да, да, да. У нас были сводные братья. А тут они как бы между собой, понимаешь, борются постоянно. Ну, ты сейчас увидишь, когда они будут выходить, у них реально... И как бы побочный эффект на лицо один. Итак, Гордон у нас в своем коронном положении. Он Гарри Тоннену активно подсказывает. Гарри Тоннен и Джон Данахер невозмутимо просто смотрят на это все. И посмотрим. Может, Хилл Хуки работает в исполнении Магидеша? Я не знаю, почему Винни сейчас получил два пеналти. Ну, неважно. Схватка вроде бы нормально проходит так, без сильных попыток тормозить ее. За торможение схватки оба получают, это значит, что они будут. Что-то они не то сделал. Хватает, не то. Не, за торможение схватки не всегда два получают. Это если двое ничего не делает. А бывает, один старается, а другой ничего не делает. То есть пеналти... Чаще всего пеналти дают одному человеку. Двух людям редко пеналти дают. Это только вы и себе. Если ты лежишь, ничего не делаешь, а другой старается, значит, другой тебя побеждает. Не, 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 ты не понял. Вот, допустим, я лежу в гарде, держу твои руки, да? И не пытаюсь делать треугольники, не пытаюсь делать слипы, я просто тебя держу. Ты пытаешься пройти, я просто вот не даю тебе пройти. Это пассивное ведение борьбы. То есть, если ты не... Ну, защищаешься больше, чем несет тебе угроз, это пассив. Понимаешь, вот пассив начинается, когда закончилась атака соперника и не началась твоя. Вот между концом атаки твоего соперника и началом твоей это и есть пассив. Если тебя не атакуют, тебе незачем защищаться, ты должен атаковать. А из лишней защиты это и есть пассивное ведение схватки. Минута 20 тем временем остается. Что-то мне подсказывает, что Гордон Райан корону оставит на этом татаме. Я сейчас за минуту... Интересно, а он себе такую прическу сделал золотистую, типа у него корона на голове? Я об этом тоже думал, но пока, кажется, он сделал себе такую прическу, чтобы Винни было удобнее его за нее хватать. Попугай Кеша такой, да? Шкирка. 45 секунд, просят оставаться активным Винни, его корнермена. И мне кажется, это Эдди Брауэр. О, если будет третий пеналл, тем он потеряет очко. Но Винни, в принципе, не сказать, что ничего не делает, он реально старается, атакует. Как минимум, нету откровенного пассивного введения в складке. Ах, я уже думал. Итак, вкладка подходит к концу. Воден Райан так показывает, как будто. А почему? Вот вам дебют ACB. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!